Прометно прошел еще один год нашей жизни. Совсем недавно мы слышали эту притчу накануне предыдущего Великого Поста, и вот мы слышим ее вновь, и ее актуальность по отношению к нам нисколько не уменьшилась, потому что мы есть те самые блудные сыновья, которые получили свою часть имения и разбазарили ее. Мы это делаем, к сожалению, постоянно. Господь стремится наполнить нас внутренним богатством. Мы стремимся это богатство потратить, а не приумножить. Мы слышали в притче, что блудный сын начал нуждаться. Мы слышали, он начал голодать. И вот это состояние для нас, для людей, очень необходимо. Не присыщенность, а именно, чтобы мы чувствовали нужду в тех вещах, к которым мы привыкли. Даже к еде мы сегодня относимся к чему-то совершенно обыденному. Есть еда, и это должно быть так в нашем понимании, и никуда она не исчезнет. Но на самом деле это не так. И то, что у нас есть еда, это тоже по великой Божьей милости, потому что неизвестно, когда наступят те времена голодные, когда мы рады будем напитаться, но будет нечем. Это же применимо и в духовной нашей жизни. То, что сегодня мы не хотим брать по своему своеволю, а не хотим чему-то научиться, что-то узнать о Боге новое, проникнуть глубже, безграничную Его милость осознать, Его жертву, крестные его страдания. Вот это всё мы сейчас можем познавать. Но кто знает, сколько ещё времени мы будем свободны настолько, что сможем это всё делать, что сможем читать Евангелие, что сможем читать правила, что вообще сможем читать. Сегодня наши руки пока не связаны, не связаны внешне, а мы связаны пока только нашим внутренним врагом, очень сильно внутренне. И Он старается сделать всё, чтобы мы не открыли утром Евангелие, чтобы мы не выпили святую воду, чтобы мы не читали правила, чтобы мы не молились друг за друга, и чтобы мы не думали вообще о Боге, не думали о Царстве Небесном, о всём, что нам предстоит пережить, той встрече с Богом, которая всем нам предстоит на суде. Чтобы во всём этом мы не думали, и чтобы наше сознание было затуманено и забито разной бытовухой. Также о чём бы хотел сказать. Зачастую в жизни каждого из нас происходят некие события, которые нас из колеи выбивают. Что-то из ряда вон, чего мы не ждали, что бьёт нам подых, валит нас с ног. Но мы должны понимать, что то состояние, которое будет нами приобретено в результате этого, возможно, ключ к спасению и не только нашему личному, а к спасению общему. Потому что человек, который испытал на себе некое серьёзное воздействие со стороны этой жизни, он приобретает и пребывает в состоянии изменённом своего сознания и может видеть многие вещи иначе, а не так, как видел их раньше. И может объяснить это даже другому потом человеку, ближнему. То есть в целом все события, которые происходят в нашей жизни, они, как правило, нас обогащают. Это опыт и житейский, и опыт духовный. Хотелось бы, чтобы мы не думали, что Господь и в такие моменты о нас не заботится. Он заботится о спасении всех и каждого. И не имеет никому презрения, потому что Он наш Создатель, наш Спаситель. Больше никто нас так не любит. Просто мы зачастую своим умом не понимаем и судим того же ближнего, который нас уязвляет, нам какую-то боль причиняет. Мы считаем, что вот Он такой весь виноватый, а мы здесь совершенно ни при чём. А потом оказывается, что Он и не хотел нам ничего плохого сделать. Просто Он не знает нашего внутреннего устроения. А мы из-за каких-то своих внутренних изъянов приняли что-то происходившее близко к сердцу. Из-за этого недопонимания оскорбились. Хотелось бы, чтобы все мы с любовью и вниманием друг к другу относились. Старались, конечно, не задеть. Но если даже кто-то задел нас, чтобы это не закрывало дверь нашу входную от нашего ближнего. И мы были готовы к примирению, готовы были принять какие-то объяснения. В целом это абсолютно нормально, когда люди стремятся к миру. Как мы знаем, Господь миротворцев высоко ценит. И нам иметь внутренний мир между собой крайне важно. Хотелось бы, чтобы мы об этом помнили. Помнили, как Сретенская община. Потому что, коль уж мы так называемся, и столь серьёзные события связаны с праздником Сретения, чтобы мы понимали, что вся наша жизнь — это встреча с ближним, в котором, возможно, Бога гораздо больше, чем в нас. Хотя зачастую мы себя считаем самими-самими, и что и грехов на нас никаких нет. А вот некто, которого мы встретили, он гораздо более грешен. Но это не так. Есть то, чему нам следует друг у друга поучиться. Просто нужно это постараться увидеть. Сегодня у нас по празднество Сретения. Отдания праздника ещё не было. Только во вторник будет отдание. Поэтому подходите к иконочке и подходите ко кресту всех. Я ещё раз поздравляю с праздником. Желаю всем вам помощи Божией на каждый день, на всякий час, на всякое благое ваше дело. Заступничество Богородицы и всех святых Божиих. Также желаю всем нам, потому что кто его знает, что нас ждёт в этой жизни зачастую. И как правило, мы никаким серьёзным переменам, к сожалению, не готовы. Скорее всего, нам придётся рано или поздно принять их, как бы мы не хотели себе какого-то покоя и телесного, и духовного. Но это, к сожалению, не ведёт зачастую к спасению. А раз мы за Христом идём, то нужно бодрствовать ежечасно. И с его помощью по молитвам святых и наших друг за другом переносить все тяготы, все невзгоды, понимать, что всё это временно, все наши трудности временные, и наша разлука с нашими близкими, она тоже временная, хоть и зачастую тяжело для нас, когда это происходит. Хотелось бы нам бодрости, силы духа и стяжать самый главный добродетель — это любовь. Всех ещё раз поздравляю с праздником.